А теперь права и свобода граждан Туркменистана. В Туркменистане этим самым манипулируют признанием требования сохранения гендерного равенства, подменяя эти понятия наличием апологетов диктатуры из числа женщин. У президента Уберды Мухаммедова пять сестер, три дочери и приближенные женщины вместе с ними выполняют политические задачи клана, нацеленного создать монархию в государстве. В таких тиранических государствах, как Туркменистан, к сожалению, женщина выполняет роль проплаченных актеров и рекламных счетов в ответ на требования демократических преобразований. А если говорить о национальных меньшинствах, то вообще понятия, что в стране есть национальные меньшинства, его просто не существует. И русскоязычные люди, туда можно отнести и русских, и евреев, и татар, всех, они в стране не имеют никакого влияния и значения, они не представлены вообще никакими группами, никакими социальными организациями. То есть эти люди являются людьми второго сорта. И вы не увидите в парламенте или в правительстве людей, которые являются другой национальности. Страна и парламент, и правительство, оно представлено только титульной нацией. И в других отраслях государственной деятельности вы не увидите тоже, чтобы возглавляли руководители другой национальности. Ни врачей, ни учителей, только монотитульная нация. Спасибо. Продолжение следует...